так итак всем привет с вами геракла записываю видео и 0 100 но походу сотку мы чё-то не особо дождемся потому что потому что просто мало столов ну ладно вот два стола соточки остальные полтинник если еще там соточка появится подключим но что-то вот этот стол мне не нравится соточки вообще печаль сейчас вот 11 утра суббота должно быть нормально столов на чё-то не супер дима не непонятно чел он выиграл там раздачу с королями так грэмси поэтому лимфолдит 50 процентов лимбит 4 процента ну фолдит на цбет 60 как бы ладно изоляции его спектр там понятен мелкие пары всякие по нашей может быть валет 10 одномастные а вот хобби игрок со фпипом 100 вот он випач офигенно нужно было садится на самом деле справа от него даже и под него все лимбить он выставляется на любых руках он неплохо осталось выиграть цбет у него 100 просто о ну тут моего конечно же еще раз переставляем ну флаж так флаж чушь не под ничего не поделать нужно быть готовым ко всему нужно быть готовым ко всему флаж садам сет валетов ладно я готов сет шестерок ну да ма 9 я пока что впереди отлично надеюсь он докупится а он сделал кэш аут да походу он сделал кэш аут вот почему в чате не показывает дел делает ли чел кэш аут или нет чтобы потом знать насколько баксов отличается результат так тут какая-то фигня опять 6 тут после нас 3 хобби игрока я поэтому заколировал 5-6 даже против не та очевидно я не та не хочу блеф трибетить 11 на 7 фолд на трибет меньше чем 40 я хочу поиграть мультипотик с братишками конечно можно на самом деле и нл-200 подключать но с отлов я там думаю сейчас вообще там один стол а даже два вроде хобби игроки есть ну ладно не готов я пока что нл-200 морально о чел докупился отлично вепи товарищ так еще раз сколько там был под то 80 долларов значит мы на 90 выставились нужно будет посмотреть по результатам вот так вот такого товарища на самом деле справа от него тоже садится неплохо играет лимп 3 беты у нас вот в казино в тигре до кристалли там каждую там субботу играл такого типа товарищ бизнесмен соседнего маленького города он там заливал по тысячи 2 баксов за такой вечер на лимите 1-2 нашим высота то у него были ну практически вот такие же то есть если ты там его например на префлопе заколд колил то все там там капец овербет бета и ол ин на ривере практически всегда он так очень это расстроился когда я заколировал его там на пятой паре без кикера на 1-2 ол ин на ривере был у него баксов 500 где-то общий банк был а ну выставились ну по сумме на 800 баксов раздача на 400 блайндов у него было и у меня я вскрыл по младшей паре без кикера там что-то типа у меня было 4-5 на флопе было борт там типа что-то 4 король дама валет 9 что ли у него был карман двоек он так мужественно без позиции баррел и потом он он как раз справа от меня сидел он такой типа типа чё чё типа видел ты мои карты что ли ты типа видел мои карты я такой нет не видел он просто так играет так чел зачем хобби игрок делает кэш ауты ну если выставляешь это выставляйся блин ну ладно сейчас он пушит я конечно же калиру ну что он не пушит 10 бб давай поехали а и он еще думает прикольненько так на полтинничке стал что-то средние какие-то а ну прикольно выиграл вот видите сделал кэш аут и выиграл так сколько мы тут ставим еще я не помню 450 до 3 бет нам главное вот этот стол и пусть он тут докупится здесь челдонкает нет тут ни за что нельзя калировать макэлс я не помню что он делает ну ладно мы будем думать что они блефуют на гэтшоте плюс бакдоров да мы просто заколируем о стол соточки отлично так уйдем мы со стола полтинничка вот этого вот пофиг что мы там не досидели но потому что пофиг чё хобби игрок кэш ауты берет он чё совсем что так тут один какой-то хобби игрок сейчас посмотрим на его статы если плохие то будем уходить так эвил реалити 23 процента дипстэки 4.6 лучше исключить из трипета в дипстэках вот чел докупился еще на 70 отлично давай если вот это не совсем жирный фиш так что-то я не вижу его статов пока так где его статы лакроманта при бете 19 фолдит 76 на 4 бет фолд 76 и 5 тупо нормально чё я вот с любым блокером блеф 4 бетчу и получаю пол на 4 бетч на 5 тысячи рук 78 нормально вообще отлично так ну да сейчас посмотрим что это за стол соточки король мы конечно же будем его 3 бетать нельзя нельзя отдавать возможность с ним поиграть другим людям сайдинг небольшой делаем потому что все равно на без разницы свип о чем мы всегда можем разогнать банк на сколько угодно а ну ладно окей забирай не оказываем сопротивления потому что чел тут очевидно выставляться с этим всегда готов раз он делает 4 бет потому что вот этот вообще непредсказуемо что ему голову ударит он всегда думал готов запихаться чел с 3 бетом 90 так хитеса с 9 фолдим он недостаточно фолдит на 3 беты 51 стиле чуть меньше чем нужно и с атаки у нас немножечко углубленные 140 бб так 5 король не интересно вообще вообще не интересно открывает фишини того калирует тарас ничем мы там не выиграем даже если хитнем так туздама будем открывать еще раз что тут чел разыграл надо посмотреть король король даму придется выкидывать наверно здесь мы хотим ставить плотно потому что по ходу хобби игрок и терн не пиковый чек рейзить на такой терн будем чек колить если он не поставит там под бет и на ривере обязательно добор что-то такое конечно конечно у него там часто и король икс но все таки он король икс ставит на терне обычно вот мы добрали со третьей пары чел 12 на 7 вот этот непонятный не буду коллировать не буду коллировать челом ассисник тем более фишем ассисник 12 на 7 0 процентов 3 бет красавчик так тут мы просто ждем руку чтобы выставиться на весь трек или поставить пол стека до флопа товарищем випачом а вот этот стол соточки сейчас развалится четвертый сейчас вот хобби игрок закатается да 87 он он по ходу закатывается и все просто грусть печаль а не столы но мы сидим первый стол выкачал докупается уходим в ситаут за четвертым подождем может за вот это место еще один випач отсядет шансы есть нас пока никто не выгоняет если стол не полный то можно ожидать в ситауте потому что есть свободное место еще а вот если полный стол и все афишереги то лучше уходить это как бы я не знаю прописано ли это в правилах но это как бы этикет 8 9 очевидно мы запираемся даже за 6 блайндов потому что виза мы не ожидаем без руки хуже чем валет и например средней паршивости флоп ну на ставку пол потом очевидно отваливаться не будем на большую уже сложно по обстоятельствам ну тут мы очевидно коллируем король ну пол пота плюс имплайды не выкидываем мы окей без проблем забирай чувак так а тут в этой листе какой-то хобби товарищ ладно на всякий случай сядем опять в этой листе ну да там пол такой думаю что имплайды сто процентов но если конечно ему фул не закроется нашим флажем чел раз он видимо еще до флопа ну либо на флопе подумал что он будет все улицы пушить здесь чел зачем-то на даме 8 запихался и он еще впереди хехе хехе форка и сделал как кэш аут он каждую раздачу делает кэш ауты выставился попереди садил кэш аут челсов пипом 93 играет по юв это прикольненько это просто прикольненько вот тут сидит один хобби игрок типа собирает стол но что-то я сомневаюсь и в хедзап играть с непонятным чуваком он отмечен как хобби игрок но может это не такой хобби игрок который нужен вот что никто просто не подсаживается что я самый лысый типа так я хочу сюда сесть вот сюда но здесь очередь показывает пустое место но на самом деле очередь за этот стол что опять тут закатался я просто так тут мы в дипах да это сколько нужно ставить 10 да стандартный сайдинг 9 так как мы в дипах я на один лайнд увеличу надеюсь он докупится или что у него закончились деньги двадцать сайдинг в 150 bb типах я поставлю 4 бет в 3x сайдинги должны зависеть от размера стека если вы без позиции если вы в позиции то сайдинги чаще даже не нужно менять потому что вы контролируете все имея позицию так что мы хотим тут поставить об этом чакнуть чекаем ну тут не думаю что чел тут будет блефовать ввсф 40 нет товарищ ввсф 40 не надо нам такого мссник с ввсфом 40 с атрибетом 6 с фолдом на 3б 64 так ну ладно тут 9 можно пока выкинуть хотя вот видите версус котов тут нужно было тоже 4 байты но ладно восьмерки мы с об этом ок давай чел он докупается давай 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 докупайся и Продолжение следует... Так, ладно, видимо, все еще... Видимо, стол полтинничка надо открывать. Что у нас там есть? Какой-то стол непонятный. 28 на 0, товарищ. Фигня какая-то. Ну, давай, чел, докупись, пожалуйста. Ладно, посажаемся в эти листочки. Ладно, сядем, что есть. Непонятно, чел вообще не фолдит на 3 бета. Сб-94 просто в чел, а офигеть. А то с хай мы хотим тут сыграть через рейс. Ну, на терни, я думаю, что не часто тут будет продолжение. Челу просто нравится меня 3 бетать. 9 26 Так, двойки. Мы открылись. Локит, 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 локит. Мы немножечко в дипстеках. Так что... Стол вообще укороченный. Ну, это, в общем-то, наш борт. Так что я могу, на самом деле, выкидывать. Ну, как наш... Скажем так, он-то практически со всем диапазоном тут ставится бет. Но у меня тут практически нет рук, которые я буду фолдить на сабет. Тут такая патовая ситуация. Он все ставит, я все колю, да? Грубо говоря. Ну, чел пытается все время докупиться. Давай. Я верю, ты сможешь. Чупакабрик. Ну, нет. Не проходит что-то. Ну, за второй стол подсел еще хобби-братишка. И вот этот, скорее всего, тоже хобби-братишка со стэком 80. У Тараса лимб 1%. Ну, Тарас, видимо, мелкую пару залимбил. Зачем-то вместо из-за рейза. Это не очень лимб без позиции. Лимб после вот этого товарища имел бы хоть какой-то смысл, если он по каким-то причинам изолировать не хочет. Но вот лимб без позиции это фигня. Так, тут король. Откроюсь к F3X. Семерки. И что там у нас? 5бб, 5бб кол. Вот это тоже зайдет. Заладим. Восьмерку мы, конечно, не продолжаем. Все ждут докупки этого чела. Только он встанет со стола, как он тут же развалится. Никто не хочет упустить такого випача. Так, хитесса folded на стилы 66. Что стилился не ту? Окей. Так, что там произошло? Там шопдауна не было. Здесь валет 8 чел выставился. Хитнул валета, но это ему не помогло. 10.5 открываем. 10.3. И тут мы вообще стилим супер, а не ту. Но не про канала. С 10.5 мы ту подсобетим, потому что много F2. А здесь туз плохая карта. Выглядит это будто туз карта нашего диапазона. На самом деле, нифига подобного. Ух ты, он по 9 хайна закоррировал? Нифига себе. Туз дама мультивей в любую там карту, например. Вот семерки я бы ставил дальше терн. Баксик, да? Что такое баксик? Рейзить я точно не хочу. Это восьмерочка. Окей. Это все равно бесплатное вскрытие. Так что. Сути. Пятерки. Пятерки. Я поставлю сэбет полпота. Нам самое главное было, чтобы выкинул вот этот. Лето стандартный трибет. Вот, в общем-то, всех можно отметить хобби игроками с этим столом. Большой долей вероятности. Так, шестерки. Чек-чек. Вот чел, низкий визит девятки. Вообще, молодец. Так, валет. И что, мы чекаем бехайн? Да, чекаем бехайн. У нас рука защищенная терн. Очевидно, вы любят. А, я собирался 7 баксов поставить. Это не NL100. Тут немножко ползунок. Не так работает. Ну и все. Тут чекфолдим, если он дончит, очевидно. О, еще стол соточки. Так, ну мы закроем стол полтинничка, да? Хоть он и неплохой. У нас общий стрейд. Давайте поставим, чтобы... Может он выкинет что-то. Блин, я не могу вставать. Ладно, блин. Ладно, не будем пока тогда садиться за соточку. Неудобно. Потому что все вот эти столики вроде неплохие. Ладно, еще раз сядем в вайт-лист. Где она соточка? Вот она. А, ну тут столик фиговый. Мы на всякий случай. Встанем. Я сразу же сажусь в него, да? Значит, плохой стол. За него садится. Ну, чел, пожалуйста, докупись. Докупись-ка. Чел, докупись-ка. Если он не докупится и уйдет, то я сяду вот сюда. Успею пересесть, наверное. Успею пересесть, наверное. Так, восьмерки мы, конечно, будем разыгрывать. Так, чел ушел. Окей. Нам нужно пересесть. Срочно. Восьмерки цб, а то ли одну треть забрали. Я бы чекал там валетов десяток, а восьмерки уже нужно вставить, потому что рука менее защищенная. От оверкарта у восьмерок есть и десятка, и валет. Окей. Мы все равно-то пересядем, конечно же. Вот за вот это место. Вот это, видимо, хобби игрок, раз он не отмечен. Четыре макс, мы поиграем. Так, десять четыре. Нет, чуйки нету. Окей. Можно было-то, конечно, пять блайндов изолировать. Забет. Валет десять С, отлично. Все пассивно выкидывают. Тоже замечательно. Можно посмотреть, что там по столам НЛ-100 у нас. Так, минимальная соточка. О, теперь столик улучшился тут. Куча хобби игроков. Я теперь ради этого стола тут же с полтинника, с вот этого встану. С третьего стола четвертый чуть получше, потому что тут хобби игрок от меня. Справа. И слева прямо. Справа, слева, прямо. Так, вроде как чел фолдит на стилу. Четыре максик такое, вообще замечательно играть. Окей. Чекнули, поймали практически нац. Очевидно, терн мы играем через овербет. И на ривере, если он калирует вне червовую карту, ставим небольшой овербет. Валет, вот такой, типа. Видите, чел на спа. Сузухай заколлировал. Полтора икс овербет на терне и... И на ривере. Небольшой овербет. Так, шестерки я тарьбетать не хочу. Против такого. Фолд Эквити ноль. А без фолд Эквити мы не хотим тербетать такие руки. Валет, непонятно чел. Это канал 100. Да, у него 50 пб. Канал 100. Он пока что тут по минусе на 27 баксов. Будем сквизить. И придется уже All-in породи ФМССника закалывать. Ну и вот это, очевидно, тоже. Так, что там открывается соточка, да? Да, соточка открывается. Мы как раз ушли тут. Одного стола. Так, валеты. Все нормально. Здесь нас пушат. Тут я уже терн чекал. В этом Ричем Хэнт. Отвлекся и не объяснил здесь. Тут я собирался сыграть такую странную линию, как чек минрей из терна. Стоп сетом, но чел пока что непонятный. Выглядит, будто он может терн ставить там саниту. Так, валетики у чела тут не очень глубокий стэк. Поэтому поставим и запушим терн любой, даже в туза. Он тут сам может сыграть рейс, очевидно. У него руки лучше могут быть, но... Кого это волнует? Так, против Тараса мы не хотим блефтрибетать. Тут после нас куча хобби игроков. Из-за этого мы сыграем колом. Со спекулятивными руками хобби игроков нужно запускать. И тут на цбет от него я бы скорее сдавался. Ну как скорее? Нет. Я бы, очевидно, сыграл кол. Я сказал фигню полную. Скорее бы сдавался. Это полная фигня. У нас бэкдор РФД. А гатшоты, типа валет дамы, он бы скорее, наверное, ставил лоб, мне кажется. Что тут произошло? У чела было фишек больше, чем у меня? Или что? Или он опять кэш-аут сделал? А, он докупился. Или нет? Вот, блин. Фиг поймешь. Насколько там отличается EV и сколько. Нужно записывать, короче, результаты после каждой сессии, пока они пофиксят. Так, что там, NL50? Нет, NL50 мне не нужен, спасибо. NL50 нам не нужен. Вроде у меня мощный компьютер более-менее есть, чтобы практически по всей игре в 4К 60 фпс шли на ультрах, да? Но. Но, но, но. Игр нету. Что-то вообще долго ничего не выходит. Такого я говорю про игры ААА. Класса, типа, Far Cry, Assassin's Creed, там, Metro, что-нибудь такое. GTA. Ну, вы поняли, да, Ведьмак. 8, 6, что-то вообще. Не нравится. Кол. Если не нравится, то можно выкидывать. И пофиг, что вы там теории должны коллировать. Меня это не волнует. Ну, и тут 7, 8. Если бы открывался регуляр с большим стеком, я бы, очевидно, заатрибетил. Но, но так, я коллировать без позиции не хочу. Мы просто выкидываем. Кароль 10 тоже после нас. Два хобби игрока. Играем колом. Не было бы хобби игроков, я бы заатрибетил. Со спекулятивными руками вы должны запускать. Как можно больше слабых игроков. Вот. Потому что они вам оплатят. Вашу сильную комбинацию. Так, туздама. Мы не хотим играть с туздамой чаще мультивей. С разномастной мы потребейтим. Поставим цбет. Но если он запушит, мы выкинем. На 50 блайндов я все еще не хочу выставляться. С непонятным чуваком. Если это не маньяк. Ну, пас, конечно, тут. Без вариантов. Без вариантов. Просто выкинулись, забыли. Электро тут выставился. Сделал кэш-аут. Проиграл. Ну, 7 баксов. Он оставил себе. Тут один еще потенциальный хобби игрок. Но он за 8 рук ничего не сыграл. Этот. А-тре-де-зини. А-тре-де-зини. И т-сумы на даму 6 будем коллировать. Эта рука входит в спектр кола. Король дама тоже с виду это фолд. Но не забываем, что после нас сидит VIP товарищ. Поэтому кола становится колесове фолда. Бета-чувака 70. Я поставлю маленькую ставочку, чтобы было. Есть такая ставочка, чтобы было. Во многие карты терна я могу продолжать. Но если я получаю рейс, я спокойно выкидываю. Не думаю, что по мультивее так чел будет играть руку хуже восьмерки. А кол без позиции. Там играть в угадайку. У него тут спокойно может быть сетом и по королю. Или по даме там оплатим ему на весь стек. Ну его нафиг. Не нужно играть в угадайку. Там где это не нужно. Так. А здесь я отложенный цбет решил поставить. Окей. Если он вставит, выкидываю. Все просто. Тут, короче, логика должна быть такая, что если я не вставлю в такой борьб цб, то я играю как минимум чекол терна. Вот. Ну, в смысле ведь мой рейндж, да? И поэтому ожидать от чувака слишком много блефов мы не должны. Это в теории. Так, сейчас, извиняюсь, я поставил на паузу. Ну, мы, грубо говоря, играем 50 минут. На самом деле, можно уже закончить сессию. Я чуть-чуть подустал. Это вторая сессия. По крайней мере, для меня главный рецепт это не переигрывать. Ну, то есть, если вот ты закончил там одну-две сессии и... И следующую сессию играть тебе, типа, нужно, а ты не хочешь, то лучше забить и отдыхать. И пофиг, что тебе там нужно, набивать дистанцию. Это все полная фигня. Твое состояние, это самое важное. В каком-то настроении там играешь и т.д. Не хочешь играть? Ну и все. И пошло на все нафиг. Ты никому не должен откатывать эту мифическую дистанцию. Так, сейчас посмотрим мы результаты. Но я вот не уверен, что оно все правильно отобразится. Из-за страховок этих непонятных. Из-за этих непонятных страховок. Так, девяточки. Вот мы еще разыграем, давайте. 5.25. Так, чел тут заливает сидит, да? Относительно. Да, он только что залил большой банк. Так что мы тут выставляемся с ним. Выглядит будто погранично, но... Я там настолько попереди диапазона, что... Нужно смотреть, залил ли чел банк. Это очень важно на самом деле. Очень. Окей, все. Давайте посмотрим на результаты. Не факт, что они там отобразятся верно. Что-то типа двух боинчиков я выиграл. Фиг знает. А, ну с четверками что-то отобразилась. Раздача. Ну ладно, я вот так вот сыграл. Короче говоря. Два боинчика так, один боинчик по EW. Ну ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...